Паводок 2017 года не повторится. Об этом сегодня заявил глава региона Кумар Аксакалов. Тем не менее, показатели неутешительные. Меньше чем за двое суток перелив через гребень на Сергеевском водохранилище составил 122 сантиметра. Большая вода уже добралась до некоторых районов Североказахстанской области. Как с водной стихией борются спасатели и чего ожидать в ближайшие недели, расскажет Илья Кудряков. Угроза паводков по территории области еще сохраняется. Ситуация пока еще полностью не стабилизировалась. В последнее время очень много вопросов от жителей нашей области. Не повторится ли сценарий 2017 года. Мы видим, что поступает. Мы полностью все проанализировали. Могу со всей ответственностью сказать, что сценарий 2017 года не повторится. Такое заверение дал глава региона. На сегодняшний день перелив на Сергеевском водохранилище уже составляет 122 сантиметра. При том, что в Акмолинской области, откуда приходит основная вода, сбросы еще не делали. Сейчас спасательные группировки находятся в четырех районах, которые больше всего подвержены подтоплением. Это Габита Мусрепова, Олихановский, Тимирязевский и Айртауский. По словам Чесников, уровень воды на малых реках идет на спад. В связи с последним температурным фоном, активным потеплением, я думаю, постепенно, в ближайшие трое суток будем видеть. Потому что основный объем воды уже достиг от водохранилища, думаю, будет определенное понижение. В связи с активным потеплением, также на особом контроле у нас находятся три района. Это район Шалакына, Тимирязевский район, где у нас сосредоточены группировки по отводу талых вод. В общем, за весь период паводка ожидают принять около полутора миллиона кубометров воды. Это значительно меньше, чем в 2017 году. Что касается талых вод, то в ближайшую неделю ситуация прояснится. Прогнозы делают довольно оптимистические. А уже через 10 дней большая вода доберется и до областного центра. Вторая очередь поступления большого количества воды в Сергеевск водохранилище идет с Акмолинской области. С Акмолинской области мы видим, что там поступление увеличивается. И мы эту воду увидим тоже через 10 дней. В Сергеевке только. Если мы видим малые реки уже в Сергеевке, то в Акмолинской области это неделя-10 дней мы увидим эту реку в Сергеевском водохранилище. Плюс еще 10 дней до города Петропавловска. То есть это три недели. Вот волна, которая с Акмолинской области придет, мы увидим ее здесь, на точке города Петропавловска. Все силы готовы, люди и техника на своих местах. Все подготовительные работы выполнены в срок. Поэтому прогнозы на паводок 2021 года делают оптимистические. Остается только надеяться, что все пойдет по намеченному сценарию. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Служба новостей.